Так, я напомню, мы начали рассматривать температурные мусубаровские функции Грина. Мы ввели определение мусубаровского представления, записали функции Грина, построили нулевые функции Грина, мусубаровском представлении ввели мусубаровское представление взаимодействия. Ну и напомню, что когда мы рассматривали диаграмму вверховнику при нулевых температур, в некий момент там появлялась С-матрица, с помощью которой осуществляется переход от Грина вверховское представление взаимодействия. Вот аналогичная матрица существует и в Максубаровщине, и мы дали в прошлый раз ее определение, и сейчас начнем писать главнение грешения. Я напомню, что последнее правнение, которое я записал на той, где-то С-матрица существует. Ну просто оно получается, если взять определение с матрицей нуль температурной техники, а время и Д заменить на мимое время там. Ну давайте вот это уравнение повышаем, и нам понадобится выражение для сигмы матрицы по степеням взаимодействия. Что делаем? Так, давайте-ка мы делаем вот что. Слева умножим на обратный эфират. Так. Что получится тогда? Е минус х минус х. Е минус х 0. И вот это. Получившись свое мнение, мы поэфирицируем полупеременный кау. Так, ну давайте, дифференцируем эту часть, минус h, минус грамм экспонента. Правая часть сравнения. Первый множитель дает дифференцируем эту н. 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 Что делаем мы сейчас? Давайте, опять-таки, это все уравнение. Дифференцируем эту н. Дифференцируем эту н. Дифференцируем эту н. Член умножим, ну и коренок перенесем его налево. Е, минус, так. Фу, я неправильно написал здесь. Написал там, ну так, минус. Е, Тау, А, 6, 0, минус, так. Так, вот этот, А, 6, 0, минус, так. Е, А, 6, 0, минус, так. Так, ну и теперь вот остается вот этот член, это, Т7, вот это, Тау. Так, забыл знак минусу здесь, который был в самом начале. Теперь смотрите, что у нас здесь стоит. Ну, у нас, в общем-то, здесь стоит такая вещь. Полный гамильтониан и нулевой гамильтониан. Фактически они, вот эти выражения, зажаты между одинаковыми оплатками. Ну, вычитается. Ну, а если взять полный гамильтониан, вычесть из него нулевой гамильтониан, это просто гамильтониан за его действие. В итоге, в итоге, если учесть вот этого читания, мы получаем полный гамильтониан. Так, ну и вот результат вычитания. Минус Е2А0 минус Е2А0 минус Н. Так, гамильтониан взаимодействие. Минус Е2А0 минус Н. А, что? Так, 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 так. Так, вот здесь-то я забыл сигму Т. И там, так, а. И еще, ребята, вот что надо учесть. Вот это вот стоит здесь обкладка. А здесь такая. Значит, надо учесть, что есть минус Н. Это есть минус Н. Это есть минус Н. Это есть минус Н. Вот это члены. Вот это члены. Следовательно. Следовательно. Значит, осталось здесь записать. Волнение движения. А вот это что такое? Гамильтониан взаимодействие, зажат в мацубаровских обкладках экспоненциальных, которые содержат гамильтониану невзаимодействующих частиц. Это ничто иное, как гамильтониан взаимодействие в представлении взаимодействия. Гамильтониан взаимодействие в представлении взаимодействия. Значит, окончательно описываем уолнение. ну вот это надо уравнение нам решать с довольно естественным граничным условием так когда мы возьмем Тау, главное ЛЮ, то у нас Сигма будет вернятся к единице ну это можно просто посмотреть на определение Сигма Тау посмотреть на определение Сигма Тау там произведение двух экспонентов которые там у нас есть получается единица так, ну что, вам теперь надо решать это уравнение интегрировать будем уравнение Сигма Тау так, давайте зачистить Сигма Тау так, давайте Сигма Тау Сигма Тау Дэкау берем интеграл ну, по Дэкау что их от нуля до Т до Тау тогда если взять такой интеграл в левой части в левой части будет Сигма Тау ну, Сигма Тау вот от этого дифференциала а здесь будет так минус интеграл от нуля до Тау вот от этого дифференциала ну, ясно, что в общем от этого дифференциала то есть фактически нам надо решать такое интегрирование Сигма Тау Сигма Тау Сигма Тау начинаем начинаем решать Дифференциала в левой части В левой части И и И Левой и и Тау начинаем решать как это делали и П и Нуль и Пи и Тау методом итерации нулевая итерация нулевая итерация нулевая итерация это единичка первая итерация это сигма подставляет любую итерацию туда и единица минус интеграл от 0 от 2 так значит здесь сигма 0 от 2 от 2 подставляем единичку значит единица минус от 2 от 2 от 2 от 2 от 2 первая итерация получена делаем нашу вторую итерацию от 2 от 2 от 2 от 2 подставляем вооружение до первой итерации Значит, оно, после обстановки, значит, имеет такой единица минус и перевал от нуля до травы. Так, дальше от нуля до травы до травы. Следующее, от нуля до травы до травы. То есть, видите, при каждой итерации всё наращивается и наращивается в степени гамильтонианного взаимодействия. Ну и вот здесь возникает та же проблема, что когда-то возникало появление гамильтона. В результате, если там писать какой-то член высокого операция, там будет набор таких интегралов. То есть, верхние пределы интегрирования разбиваются на очень неудобную последовательность, и надо придумать, что делать с этими многократными интегралами. Ну и придумка состояла точно так же, что давайте вот возьмём вот в этом интегральном, например, поправочке второго порядка. Тау-штрих и тау-штрих поменяем местами взаимность тау-2. Тау-штрих и тау-2 поменяем местами за современное интегрирование. Сложим этих результаты и поделим пополам. Следующим, так сказать, начнением третьего порядка, там надо проделать такие фокусы со всеми перестановками трёхперементами интегрирования, получите разные выражения, сложить и поделить на шесть вариантов и так далее и так далее. Но оказывается, что вот вся эта штука можно записать, как вот скажем, пишу я, для ноли с тау-штрих, ноли с тау-штрих, ноли с тау-штрих. Если ввести понятие уповиточения по переменной интегрированию, то это оказывается единственным показателем. Вот так. Ну, скажем, в члене второго порядка, его предположение, что не могут быть. Ну, а если такую процедуру проделать у всех членов этого бесконечного итерационного ряда, то оказывается сигма-мальдовица может быть записана в компактном виде. Сигма-мальдовица. Есть уповаточение по переменной тавол. Вот экспоненты. Экспоненты показаны в художестве, вот такая вещь. Что? 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 Почему минус в квадрате? Минус единица, наверное. И минус единица. Минус единица. И минус единица, нормальная единица. То есть, а в каком-то н населении будет минус и в н-ной стечне на н-ной волшебной а. Так. Минус единица, нормальная стечне на н-ной волшебной а. Ну вот, значит, вот эта сигма Тау, это есть фактически сигма матрицы, где действие начинается с какой-то точки ноль, включается так. на виду вот такой матрицы, в таких пределах можно, в принципе, ввести матрицу, когда нижний предел не ноль, а какое-то какое-то другое, включение переменной Тау. Ну, включи. Более общее пределение. Более общее пределение. Тау. 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 Минус. Тау. 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 Мы в свое время доказывали свойства для матрицы, существует целый ряд соотношений между вот этими седьмой матрицами. Ну, во-первых, конечно, значит, мы знаем, что... Так, давайте, значит, допустим, у нас берем такой набор времен. Тау-1 больше, чем Тау-2, так вот Тау-2 больше, чем Тау-3. Такие минимумные времена у нас положились в таком порядке. Тогда Сигма, Тау-1 на Тау-3 можно представить, как Тау-1 на Тау-2. Сигма, Тау-2 помежуточная минимумная, Тау-3. Ну, давайте пусть Тау-2 равняется в нулю. Тогда это мы перепишем Тау-1, Сигма, Тау-1 на Тау-2, Сигма, Тау-2. Ну, и давайте вот это вайдерство умножим справа. Умножим на обратную матрицу. Сигма, Тау-1, Сигма, Тау-2, Сигма, Тау-2, Сигма, Тау-2. Сигма, Тау-2. Сигма, Тау-2, Сигма, Тау-2. Сигма, Тау-2, Сигма, Тау-2. Главное давайте вот эти нулики опустим, как у нас принято обозначить. Сначала дсигма 1 умноженное дсигма минус 1 в 3 в 2. Это дсигма 2 в 3 в 2. Вот. Это такое соотношение к каждой системе матрицы. Ну и теперь сделаем следующую штуку. Вернемся к мацубаровским функциям рина, которые у нас когда-то записывались. В мацубаровском представлении и перейдем этих мацубаровских функций рина в операторов представлению взаимодействия. Давайте будем учитывать следующее соотношение к препаратам ясно сейчас. Давайте напомним, что g минус 2 h минус 2 m и с бомбардировщик и с е. Эти соотношения вытекают через разметку Отношения матрица Сигма. Ну и можно показать, что Е равен матрицам положительным. Можно написать так. Вот эти отношения мы сейчас и будем использовать для того, чтобы преобразовать функцию Гри, на которой надо считать. Она исходно задана в мацубаровском представлении, преобразовать мацубаровскому представлению взаимодействия, чтобы считать дальше путем возмущения. Давайте возьмем мацубаровскую функцию Грина электронную для частичных. Давайте возьмем ее для такого соотношения времен. Разность времени Ау-1 минус Тау-2 положительная. Значит, пишу функцию Грина электронная для двух точек. Так, значит, есть Тау-1 минус Тау-2, разница Тау-2. На прошлом занятии я показал, что когда функция Грина зависит от примерно Тау-1 и Тау-2, на самом деле она практически зависит от разности этих. Поэтому я говорю, разность какая-то отличается. Ну-ка, шурупа, определение, минус. Значит, надо упорядочить по временной Тау-1 операторы, рождение и уничтожение и усредить с помощью матерца плотности. Операторы уже упорядочены у нас, потому что мы выбрали такой вариант Тау-1 больше, чем Тау-2. Так, дальше что шли? Дальше шли шоу оператора уничтожения электронов. И вот, в мацубарском представлении Р-1, Тау-1. И операторы уничтожения электронов. Так, мы подначали его вот так. Р-1, Тау-2, Тау-2. И вот начнем. В каждом отчеты членов прижиме представление взаимодействия. Так. Ну, вот этот кусок экспоненты, поскольку это не оператор, можно вынести за знак шпура. И опять, вот постоянное начинание. Значит, остается шпур. Остается шпур вот этот. За шпуром. Вот этот кусочек экспоненты. Тааак. Глядим на наше выражение. Вот этот кусочек экспонента. Понятно? Вот эта формула работает. Значит, вот пишем. Е. Минус. 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 Сигма. Матрица. Откременные единицы. Т. Так. Теперь начинаем писать вот этот оператор. Этот оператор лежат вот в этих обкладках. Значит, используем эту форму. Сигма. Минус. Один. Тау. Один. Е. Тау. Один. А. Минус. Минус. И. Э. Э. Так. Вот так укладка с этого. Надо ее записать. Минус. Тау. Один. А. Ноль. Минус. Сигма. Тау. Один. Так. Начинаем расписывать вот этот оператор в представлении взаимодействия. Значит, это будет выглядеть так. Сигма. Сигма. Минус. Тау. 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 Ну а теперь давайте соберем, вот произведение этих сил можно объединить, произведение вот этой, вот этой объединим, тогда наше возложение. Будем Е, так, на минус спереди, номер Т, Шку, Е, минус H0, минус H0, минус H0, Н, АТ. Так, произведение полевой матрицы на обратную нам дает, воспользуемся теми соотношениями. Так, Тау-1, Си, Тау-1, Тау-1, а вот это просто, я дописал, мацубаровское представление взаимодействия для оператора уничтожения. Дальше, Си, Тау-1, Си, Тау-2, Р2, Тау-2, Си, Тау-2. Вот мы выписали функцию b и иногда положительного значения, оправданности переменной Тау-1 и Тау-2. Ну, теперь, давайте выпишем аналогичное выражение, когда Тау, разница переменной Тау-1, Тау-2 будет отрицательной. Значит, я берем теперь Тау-2, тогда Ж на Тау-1, Р2, Тау-2, Тау-2. Значит, операторы вождение и уничтожение надо расположить в обратном порядке и при этом учтеть, что если операторы фермерские, описываемые электроны, то при таком перемене и расположении надо поменять знак. Значит, поэтому это будет знак плюс, если это фермерская частица. Ну, а если бы мы рассматривали эту частицу боза, то знак в передачей не меняется. Я бы не знаю, где это, как это. Выделываем все те же самые манипуляции, получаем. Так, я бы не знаю, что Е-H0-1 на Тау-2. Сигма единица на Тау-2. Так. Дальше, что у меня будет? Сигма. Тау-2. Тау-1. Так. Оператом уничтожения теперь стоит. Это только сигма-2. Ну, и вот поменьше, что знак плюс относится к фермерскому варианту, на частиц. Знак минус относится к бодукскому варианту, на частиц. Ну, а теперь еще обратим внимание, что здесь, в фигурных скобках, стоит, собственно, что такое? Произведение трехсигма-матриц. Значит, если Тау-1 больше Тау-2, то эти матрицы у нас расположились так. Так, сигма единица на Тау-1, сигма, Тау-1 на Тау-2, сигма, так, Тау-2 на ноль. На ноль, как мы не пишем. Так, а что это, если ее последовательно перемножить? Это есть просто матрица сигма от 0 до 1 до Тау-1. У нас единица на Тау-2, сигма от Тау-2 на Тау-1, сигма от Тау-1 тоже это матрица сигма единица на Тау-2. Но только после пушки сигма матрицы, каждая матрица у нас расположена в хронологическом порядке. Зависит от порядка, чем давать на Тау-2. Ну, если не трудно видеть, то то, что у меня стоит после матрицы плотности вот в этом хронологии, то это хронологии, а, значит, то, что стоит у меня после матрицы плотности и здесь, и здесь, это набор опилекторов расположенных в хронологическом порядке. Поэтому можно оба вовремя объединить поедино и записать таким образом, что одночастичная функция грейна, феорийская реклама, росты, которая у нас есть в большом кумении, g, r, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Соединяем с матрикой корпусом, где он один из этих частиц. Вот такое хронологическое упорядочение этой бедны. Оператор уничтожения частицы, оператор повреждения частицы и сигма в адресу. Оператор уничтожения частицы. Вот что у нас стоит. Ну вот еще поглядим на эту экспоненту. Что такое экспонент? Показатели которых стоит термодинамический пациентный инциал и равный на тепловую энергию. Его можно переписать как единица е минус мюр н. Но это функция статистическая сумма, то есть она есть по определению h минус мюр н на t. Я бережу экспоненту, вычисляю ситуацию и нашу шпопу экспоненту. А по нашим соотношениям, которые мы только что вывели, вот эту экспоненту можно записать так. то есть она единица на шпопу е минус h 0 минус мюр н и т. и мы матываемся. Так, и тогда мы уже сейчас окончательно напишем выражение для функции глина. Вот, учитывая вот эту форму записи для экспонента, мы можем написать, как патастрофически быстро все сохнет. Сейчас я могу объяснить где. мы просто напишем. У нас есть минус числитель. В числителе стоит шкур е минус h 0 минус мюр н. и в т. 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 с помощью какой-то термодинамической величины и с помощью матрицы плотности. Среднее от какой-то любой термодинамической величины, давайте его обозначаем символически, допустим, какая-то речина, а когда-то А. Среднее, ну, так сказать, с матрицей плотности невзаимодействующих частиц, это и есть шкур Е минус H минус F от величины А. Зеленая для нормировки наших клонов, это уже матрицей плотности. Вот определение современной величины в квантовой статистике. Тогда мы сделаем вот здесь вот что. Вот в этом выражении числитель давайте поделим на штуру Е минус H тоже минус F от величины А. И доминатель поделим на эту же величину Е. Следовательно, числитель у нас будет термодинамическое среднее нулевое матрицей плотности минус F от величины А. Давайте матрицей плотности минус F от величины А. Ну и вот если поглядеть на это наше выражение, оно формально, ваше похоже на выражение для функции Грина при нулевой температуре, которое у нас записывалось следующим образом. При T нулевой температуре, значит R1, R2, разность времен T, у нас была такая функция Грина. Ну, здесь стояло минус F, отличие только минус F, дальше школу переключения по времени, оператора в силе R1, 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 представление и взаимодействие. R2, 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 Сигма матрицы, среднее, там по основному состоянию, вот здесь, как говорится, термодинамическое среднее со всеми этими. Вот такая аналогия. Ну давайте сделаем его. Я всё, что рассказывал, это я перешёл к представлению взаимодействия в одночастичные функции Грина. Есть ещё фаномная функция Грина. Если в ней переходить к представлению взаимодействия, то фаномная функция Грина будет выглядеть в похожем образом, значит. Минус хронологическое употребление по переменной tau от двух операторов фаномного поля. Значит, когда я пишу 1, это значит C в 1, T в 1, T в 1. Так, Сигма матрицы, естественно, у нас просто станет на конце. Так, и, значит, Сигма матрицы с номинатами усоединяется. Ну и есть ещё двухчастичная функция Грина. из четырёх операторов, это минус, и один, и два операторов рождения, Сигма матрицы с номинатами усоединяется. Мы перешли к представлению взаимодействия. Где? Где? Гамильтонианное взаимодействие, по которому надо строить теорию возмущения, сидит Сигма матрицы, в экспоненте. Вот в этих операторах гамильтонианное взаимодействие. Здесь они сжаты между экспонентами с нулевым гамильтонианом. А всё, что в взаимодействии, сидит Сигма матрицы. Дальше, по идее, мы должны Сигма матрицу расписывать в виде ряда и последовательно усоединять вверху результат его усоединения и внизу, значит, расписываем в ряд и начинаем усоединять. Ну, мы, значит, знаем, то есть я вам проводил усоединения в каждом месте такой вещи Сигма 1 и 2. С нулевой матрицей плотности это, у нас были унцы глина и взаимодействующие частицы. А что делать, когда мы при расписывании гамильтонианного взаимодействия мы будем иметь 4 оператора, 6 оператора, 8 операторов и так далее? При нулевой температуре в этот момент вступала в работу теорема Вика. Скорее говорим, что если у нас есть большое произведение операторов, то среднее от большого числа этих, произведения этих операторов распадается на всевозможные комбинации попарных средних, которые потом записываются через нормальные функции гамильта. Значит, нам надо, для того чтобы стоить, доказать какую-то теорему, что вот в этой температурной технике тоже есть некий аналог теоремы Вика. Пишите название Мараганг-4, теоремы Вика, теоремы Вика для операторов на Цуфаровском представлении. Теоремы Вика для операторов на Цуфаровском представлении. Теоремы Вика для операторов на Цуфаровском представлении Сх. Ну, тихо. Так. Давайте, значит, Сх. Вот мы будем ждать Сх. Сх. Ну, ничего. Если у меня t будет единица на t, это есть, так сказать, минус минерал единица t. Если расписать бесконечный ряд, это будет вот такой набор. Единица единица на n подстоял. Интегралы все от 0 до 1t. Тау 1 и тау n. Вот так и так. Ну вот, нам надо искать способ усоединения, произведения операторов. Значит, вот у нас стоит какое-то такое большая цифра. Хронологически упорядоченная комбинация операторов, тау, 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 тау и тау. Что это есть? Давайте рассмотрим вот такое произведение и сделаем вот что. Ну давайте для простоты опустим спиновые индексы. А каждый, каждый, вот тут оператор, стоящий в представлении взаимодействия, каждый оператор в представлении взаимодействия, разложим в ряд фурья. Так. Вот, допустим, стоит эсперата уничтожения. Так. По представлении взаимодействия. Эсперата уничтожения. Вот здесь оператор Швейлингерсона предоставлений. Мы его возлагаем в ряд фурья. Единица. Так. Давай. Так. Оператор уничтожения частицы с импульсом П. Ну и, соответственно, нестанавливаем. А вспоминаем, что на тошнем занятии я показал, что вот если стоит вот такая есть А, Швейлингерсона, то это будет просто Э, Э. Ну и справа. Энергия. На прошлом занятии я показал вот такое соотношение. Так. Значит, будет единица на твой приз В сумма П. А, П. Е, И, П, Э, Р. Визуста У, А, Ш, Ноль. То есть не А, Ш, Ноль. А, А, А. Вот это экспонент такой. То есть мы ему ставим, А, Ш, Ноль. Ноль. А, А. Он у нас формально от времени не зависит уже фактически. Время, то есть переменная тау, мнимая время, залетела в экспонент. Но для того, чтобы нам запомнить, какое место занимал вот этот оператор к аналогическому привлечению, если его, допустим, назад будем сворачивать из импульсного представления в координатное, и чтобы не перепутать местами, давайте здесь формально сохраним время тау, которое было присущим вот этому оператору, чтобы по этому времени тау сохранить порядок, так сказать, по остановке этих операторов в координатном порядке. Значит, в результате у нас выход оператора уничтожения записываем формально в таком виде, а оператор рождения, оператор рождения на Субаровском представлении « mask' для « ну его цифраторе из цифраторе». Суб엽, во многих впингтах, прям, близко, какой вкошный Теперь давайте оглядим на произведение большой группы пиратов. Вот нам надо усреднять по нулевой матрице плотности и взаимодействующей частиц и вот какую-то большую координацию оператора. Вот я опущу. Что мы делаем? Каждый из членов этого произведения мы возложим вот в такой ряд, который я писал. После такого разложения наше выражение перейдет в следующее. Каждый оператор даст единицу на корень из В сумму по импульсу. Вот это даст единицу на корень из В сумму по импульсу В2. И так далее, и так далее. Считаем, что тут много сумм. Дальше будет стоять среднее от хронологического уповедлечения операторов. АП1, Т1, АП2, А2. А, первое возведение. В, Штрих, АУ, Штрих, А1. А плюс, Т4, АУ, Штрих, А2. И еще огромная куча экспонентов. Поскольку об этих экспонентах в явном виде не будем, значит, я вот так условно их обозначу. В предложении всех этих ставочек будет большая большая часть этих экспонентов. И вот это надо усоединить с нулевой матрицей плотностью. Так вот, давайте-ка вспомним. Тут будут различные случаи, когда оператор, вот эти индексы, П1, П2, Пштрих, импульсы между собой совпадают и не совпадают. Так вот, поэтому, когда мы усоединяем с помощью шпора, то есть берем диагональные матричные элементы, то отличные от нуля будут только те результаты, когда есть совпадение между импульсом оператором рождения, то есть оператором рождения и оператором уничтожения. Ну, допустим, нужно, чтобы импульс П1, берем мы, так сказать, сумму, то берем шпун между одинаковыми головыми функциями в одном состоянии, именно основном, возбужденном и так далее. Значит, надо, чтобы П1 равнялся, например, Пштрих 2, а, скажем, П2 равнялся, Пштрих 2 и Минт. Только в этом случае результат вычисления диагонального элемента будет недулевой. то есть должно быть попарное совпадение между импульсами у операторов рождения и у операторов уничтожения. То есть недулевой результат будет только в том случае, если будет доравное число операторов рождения и уничтожения, относящихся к одному и тому же импульсу. Значит, здесь могут быть случаи попарного совпадения, но могут быть случаи, когда совпадает, значит, 4 импульса П1, П2 равняется Пштрих 1, Пштрих 2. Может быть, когда 6 индексов совпадает, 8 индексов и так далее и так далее. Ну вот, предположим, у нас выделим вот в этой сумме, где пройдены по 2 бегущие и текущие координаты, в случае, так сказать, она возобьется на те случаи, когда что-то у нас попарного совпадет, когда у нас совпадут 4 индексы, так далее. Вот давайте, скажем, выделим один из вариантов парного совпадения, что он, к чему приведет. Пусть, скажем, П1 равняется Пштрих 4, П2 равняется Пштрих 2. Ну, допустим, такой П3 равняется Пштрих 4. П4 равняется Пштрих 4. Значит, если у нас произойдет попарное совпадение, то вот от такой суммы, что получится? От этой суммы, вот, П1 и П1, что получится? Получится членный трещин такой, единица на В, сумма П1. Так. Вот эта сумма индекса суммирования с этой совпаде получается единица на В, значит, П1, П2. Соответственно, дальше стоит аналогическое среднее от А, П1, П1, А, П2, П2. Скажем, А, Крест, П1, П1, А, Крест, П2, Т2. Вот один из вариантов такого совпадения. Ну, а также всевозможные перестановки совпадающих по плагноинтезам. Вот, значит, будут такие варианты. Дальше. Кроме того, в принципе, ненулевой результат будет давать такой случай, когда совпадут 4 единицы. Скажем, П1 уменяется, П2, П3, П3, П2. Допустим, вот такой вариант. Где-то все другие совпадают попарно в индексах суммирования, а где-то появился результат совпадения 4 единицы. Допустим, П1, П2, П1, П2, П1, П3, П2. К чему это приведет? А это вот приведет к тому, что, скажем, вот в этих суммах все индексы станут одинаковыми, и появится выражение такого типа. Значит, единица на В, единица на В сумма П1, дальше единица на В сумма П2, ну и дальше результат усреднения этих операций. Тоже, в принципе, ненулевой часть, когда 4 единицы совпали. Ну, допустим, где-то были случаи, когда 6 индексов совпадут в суммах, одинаковые суммирования. Когда появится член такого типа, единица на В квадрат, единица на В, стоя один. А что будет, если мы перейдем к кермодинамическому пределу, к пределу бесконечности? Большую систему, с многим числом частиц. Это значит, что нам надо объем В, стоя одинаковые, бесконечности. Тогда, вы знаете, что, вот скажем, если мы всегда посмотрим единицу на В, сумма П, у нас при В, стоя одинаковые бесконечности, мы переходим, уровень располагается он очень плотно, и потом мы переходим от суммирования к вот такому ингредиенту. Но, в случае, когда у нас происходит совпадение четырех индексов, при таком переходе к термодинамическому пределу, вот у этого единицы на В, нет, так сказать, множителя, соответствующего суммирования по бесконечным числам линкуса. то есть, вот этот член, при переходе с В, безконечности, просто не стягает вклады. Шестяное совпадение единицы на В квадрат, то что, то есть, фактически, хотя такие члены, вроде, существуют, но при переходе к термодинамическому пределу, все случаи, кроме случая попарного совпадения, обращаются в том, к термодинамическому пределу. А еще безусреднение в основном состоянии, здесь только приусреднении и при переходе к термодинамическому пределу. ну, это означает, в результате, что вы, когда усовремяем какую-то вот, такую комбинацию операторов, мы должны рассмотреть все случаи попарного совпадения от индексов В, так сказать. И вот только такие вещи дадут нам, так сказать, не нулевой рецепт. Ну, а сравнение от пары операторов, относящихся к одному значению импульса, от пары операторов, относящихся к другому числу импульсов, они просто будут произведены в соответствии. раз. Во-вторых, в итоге среднее произведение для большой системы от травмы порядочного произведения операторов выразится в виде суммы всех возможных попарных совпадений. ну, например, давайте скажем, если возьмем вот такое от четырех операторов то а а а а а а а а а 2, 2, 2, 2, плюс, неожиданно есть, 2, 3, 1, а плюс, 2, 3, 1, 2, 2, 2. Ну, не трудно сказать, что, значит, нажимаем. Вот P1, предположим, совпадет P4 и P2, это будет P5. На D, P1, P2, да. И мы хоть нужно совпадать, вот я берегу с символом почву. Ну и когда, вот такое, A2, 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 A2. Вот один вариант совпадения. Дальше. Другой вариант совпадения попавного. А он даст И на втором. Дальше. 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 Но для того, чтобы их поставить рядом, мы должны сделать перестановку. А по определению того произведения, когда мы переставляем интернаторы, надо учитывать фермерские или узловские. Если узловские, то у нас, как говорится, ничего не меняется. Если же интернаторы у нас находятся фермерские частицы, то при перестановке надо учесть число перестановок. Ну вот теперь, что нам остается? Вот где-то такое усоединение мы сделали под знаком суммирования по импульсам, соответствующими экспонентами. А теперь давайте-ка вернемся назад в координатное представление. И тогда вот эти индексы, которые мы формально написали, Тау-1 и Тау-штрик, они указывают место расположения операторов в координатном представлении. Значит, ну это нам даст следующее фактически штуку. Давайте начнем. Если мы вот в этом среднем, вот давайте вот в этом среднем четырех операторов, давайте перейдем к координатному представлению, кольца России и Тау-штрик, Р Army, Y, M, Y, M, T, То, когда мы будем переходить в район в импульсное представление, усредим, получим одноголовых вещей, потом вернемся назад в координарное представление, это у нас ведется, вот эта вся, ведется произведение следующих средних термодинамических ау. 1, так, таву 1, а таву шторих 2, так, значит, это мы здесь, так, таву шторих 2, таву шторих 2, тревое. Так, второй член в своем возвращении к одинарному представлению дает, вот в втором собрании, мы вернулись к координатному представлению. Ну и теперь второй член. Он будет либо со знаком плюс, если это вариант козыцкий, со знаком минус, если пойдет кернарский честиц. Так, может быть, это будет этот зал. Ну и вот теперь последний. Вот мы садки салей. Средние четырех операторов в виде набора попарных средней невозможных суммы. Ну, а теперь еще вспомним определение функции грейна. Функция грейна – это вот такая величина, но еще со знаком минус. То есть, бывание продолжительства, я напишу. Кончательный вес выставок. Это равняется. Мацубаровская функция грейна, для них взаимодействуем с шестиц L1, L3, 2, 2, 2. Уже 0, L2, L2, L1, L1, L3, L1. Так. Вот это я писал первый член. Так, 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 так. Так, ну да, здесь знак минус и минус компенсировал этот уголок. Значит, вот это я правильно записал. Так, а здесь фермерский вариант. Ну, фермерский вариант минус. А минус тоже ничего не меняет, ничего. Ну, давайте вот так. Минус, минус. Значит, это фермерский вариант. Это фермерский вариант. Значит, минус плюс. Ж0, L1, L1, L1. Так. А минус, и L2, L2, L2. Вот. Ну, а теперь давайте еще пару слов скажем. Просто функция грина. Значит. Нам надо строить ряд теорий возмущения по взаимодействию. Я, скажем, функция грина в двух частиц. Выписываю еще раз определение. Третье, это, там, синий один. Как бывает? Матрица сигма. Дальнейшая процедура состоит вот в чём. Пишем у матрицы сигма и вверху и внизу разложение. Начинается первый член единицы, минус член с интегралом от гаммитриняна первой степени, плюс 1 вторая факториал 2 интеграла от 2 гаммитриняна и так далее, и так далее. Начинаем усоединять потерями вида, строим неограммную технику и скажем, вот в каждой функции гаммитринга 0,1,2 Начинаем сопоставлять, ну, соответствующую сплошную линию. Такую же штуку формально мы должны делать и в номинации. Оказывается, что в полной аналогии с тем, что происходило в одной температурной технике, у нас вверху появляются связанные диаграммы и несвязанные диаграммы. То есть есть диаграммы, где все точки внутреннего суммирования привязаны к внешним концам 1 и 2, но ещё появляются какие-то наборы диаграмм непривязанных. И точно такой же набор несвязанных диаграмм является знаменателем. И точно так, как в нультемпературной технике, оказывается, что вклады вот таких членов с диаграммами связанными в точности сокращаются со вкладом в диаграммы. И поэтому, оказывается, нам нужно строить только теорию возвращения для вот такого воображения сигма-матрица, усоединённой к властному, но учитывать только связанные диаграммы, а знаменатель вообще не отстанет. Ну, значит, всё делается в полной аналогии, ну, и этой задачкой мы займёмся в следующий раз. Отпишите заголовок в следующую лекцию, параграф 5. Примеры диаграммной техники в координатном пространстве. Примеры диаграммной техники в координатном пространстве. Что-нибудь вам про расписание занятий говорили? Когда у вас начинается зачётная сессия? За середину мая точно не будет. Середина мая, да. Ну ладно, постараемся, давай, пучить. Сколько у нас занятий?